друзья всем привет всем привет значит последнее видео два видео у нас уже было о кейкарах продолжение будет кейкаров еще много сейчас немножко разбавим небольшой вызов нашего подписчика андрея выбрали ему машину как он ехал домой якутск поселок мирный смотрите вот выехал я владивостока думал в течение обстоятельств так что оказывается здесь парень через моего покупал машину и он сейчас едет тоже на мирный мы получается решили ехать вдвоем поэтому пришлось пока погода позволяет надо выдвигаться потому что сегодня ночью владивостоке обещают 20 градусов мороза то есть гололед продолжится а утром стартовать я думаю нету смысла тоже потому что я на этой машине мне не поднимусь даже 4 воды там где я проживал там сопки очень крутые поэтому решили выехать три часа дня сейчас вот где-то проехали километров 30 наверно от владивостока но по машине чего я могу сказать 07 двигатель конечно слабоватый для трассы на 100 километров он развивает конечно в натяг ну по крайней мере к если его разогнать он пойдет нормально как нормальная машина для города эта машина идеальная что заявленная по характеристикам было 4 литра на 100 километров это но это опять же как мне сказали эксперты это на японском бензине а на нашем бензине она будет по трассе есть литров 6 литров 5 а в городе она будет где-то литров 6 есть мы все равно даже с нашими ценами на бензин 6 литров по городу даже мирному это в принципе ни о чем так идет даже уже одного крузака 200 обогнал на этой машине будем продвигаться на хабаровской я думаю на сегодня там 600 с копейками в три часа дня если мы вышли я думаю где-то ближе к ночи не ночи ближе глубокому позднему вечеру мы попадем в хабаровск там будет видно может быть заночуем а может дальше пойдем так что вот так все пока добрались ну дальше хабаровска проехали где-то километров 50 хотели заночевать ну все забито придется ночевать в машине поспим часа три наверное покушаем и поедем дальше первый день закончился прошли где-то мы километров 800 наверно вот от владивостока ну так в принципе дорога ненапряжная однотонная ехать можно машина принципе когда разгоняешь ее ну комфортно до 100 километров она идет с этим объемом больше 100 километров это если с горки катишься а то где-то 80 что ну средняя у нас 90 было скорость ну как обычно перегон уже как постоянно как будто едешь так что перекурю и буду спать все пока доброе утро поспал поспали ну я два часа ребята ты поспали решили ехать дальше хотим сегодня доехать до невера поворот на якутию а там посмотрим сколько километров от хабаровской я не смотрел ну не близко на улице минус 12 час ну снега нету трасса вроде бы нормальная сухая погода ясная пока так что будем ехать дальше день 2 начало проехали 700 километров даже по моему больше миша устал глаза слепаются попросил покушать остановиться и поспать пару часов потом поспим пару часов но я не знаю посплю не посплю и поедем дальше до поворота до невера стало 400 450 или 480 километров до поворота до якутии но если и он сейчас поспит то пойдем наверно дальше может быть попробуем доскочить до не до нерем и там наверное все равно придется тормозиться потому что ну пару часов это не о чем все равно всю ночь не сможем ехать хотя у меня были ситуации я и сутки за рулем вообще не останавливаясь ну как выйду поссать только да и все и дальше про 26 часов я ехал один раз ну дорога дорога нормально че еще сказать дорога нормально также однотонная скорость у нас ну самое большое было 120 когда я раскачегарю ее с горки а так она в натяг все равно стол потом идет расход очень большой ну как я уже и говорил она не для трассы для дальних переходов она именно для это городская машина вот для города будет идеально на я так думаю ну сейчас я конечно даже боюсь говорить на камеру сколько она сожрала она короче 0 7 объем двигателя да она у меня компьютер показывает сейчас я посмотрю сколько на данный момент показывает 14 литров на 100 километров мы у меня кашка 1 и 6 столько не ел по трассе всего шесть половиной литров он у меня ел ну посмотрим потом когда приедем домой по городу по езжу посмотрю уже сколько она будет сколько она будет по городу как сергей говорил 5-6 литров ну по трассе конечно не 5-6 литров и даже не 10 литров а там все 15 наверное ну чертим я вот обратил внимание вот эти вот дальневосточные заправки местные заливаю бензин машина еле идет не как мне ребята еще по прошлому разу когда я пасу покупал гнал они мне говорили заправляться на заправках роснефти вот на руснефть на руснефти каких заправках я заправлялся и машина бодренько перла там более-менее качественный бензин а все остальное по трассе там чуба дяжный блин непонятно с чем не только со слиной мочой битвы лечим так что сейчас тоже попробую поспать и пойдем дальше день 2 ну продолжение будет все пока серега саня привет выехали стенды снегу на мело хорошо но это якутия решил вам видео записать по вчерашнему приколу то что серега ты говоришь это лоханулся то ну с другой стороны ну пускай поржут кому я скинул пацан меня один уже исправил тоже вот так же как ты объяснил что у японцев так измеряется топлива литры на километры ну поржут ничего страшного я критику воспринимаю нормально с другой стороны если если бы как сказать не было ну такого прикола не случилось следующий раз просто-напросто вы уже будете укор на таких людей как я покупатели ну давать советы чтобы не обращали внимание что такие показания показывает спидометр будете объяснять им сразу при покупке в машин что вы не обращайте внимание не литры на километры а километры на литры вот но с другой стороны если бы не было таких чайников как мы точнее как я допустим блюд мужики у вас бы не было работы все такие были бы умные на рынке бы сами бы машины выбирали тогда бы вы что-то другое искали для себя источник доходов так что здесь есть свои плюсы ну а так мужики молодцы мне понравилось ваше терпение по крайней мере по отношению ко мне вот я это и то помимо того что у вас своя работа ты серега мне объяснял постоянно все вот спасибо большое вот про резину ты все спрашивал но вот здесь серпантин в районе тынды да ну я пробовал вот разгонять машину и резко тормозить на спуске даже принципе да нормально держит хорошо а так дальше дорога покажет потому что мы только выехали ну сейчас сперва конечно сыкова все равно было вдруг юзом машина пойдет я и забыл что у меня 4 вд ну и резина я же не знаю я знаю что импортная все дуло бы ну дал лоб или как-то правильно ну ты меня сам поправить если неправильно называю название ничего страшного поржешь да поймешь что я имею ввиду вот ну два дня у нас пройдено половину пути до якутска еще 900 километров и до дому там 1100 ну как от невера до якутска 1100 чем-то 1136 по моему что ледомирного но хотим пройти сегодня до якутска может быть чуть дальше а завтра хотим уже ну так же поспать и наверное уже финишировать уже дома но это уже наверно скорее всего будет глубокая ночь потому что мы в тынду приехали в пол пятого утра миша два раза спал я-то не спал принципе мог еще и тяну лучше как говорится перебздить чем недобздить поспали также они три часа я два часа поспал ну для меня это вполне комфортное время я имею когда в дороге я не люблю валяться часов по шесть по восемь лет время терять только организм организму хватает так что мужики поржете я тоже поржал с этого с этих литров чертовых но тем более а еще забыл сказать тем более я же серёж машину то только только как бы изучаю половина то не знаю где что находится в поэтому что-то неправильно какие-то параметры читаю или допустим как вот с туманками думал что это корректоров корректор фара оказывается туманки включаются а я искал именно тумблер то есть ну неделю еще поезжу наверное разберусь в чем не но это уже дома сейчас то что необходимое для меня я вот нашел увидел что-то у вас просил более подробно наверное понимать машину буду уже дома так что мужики спасибо большое за ваше терпение вам только удачи и адекватных клиентов пока ну вот вещь дорога дорога во льду но я иду в принципе сейчас 8 90 вниз и в принципе уже я так не боюсь поначалу страшновато было ехать в повороты даже газ не сбрасывал занос пробовал ну скорее всего из-за того что 4вд она его это держала на поворотах машину ну и плюс твоя резина как вы любите говорить кому понравилось ставьте лайк вот я тебе за эту резину ставлю жирный лайк то что ты посоветовал действительно она как шиповка я на шиповке так езжу в принципе не сбавляя скорость а здесь липучка ну вот сейчас и дверестая дорога машина идет на встречу чистит но не напряжно по крайней мере вот и сейчас у нас погода как будто тут весны не наблюдалось спасибо за резину то что посоветовал я думаю она еще и по грунтовке долго отходит ее в принципе этой фирмы хвалят у нас то там это вот здесь дорогу то делают потому что от амурской области тянется а у нас то там грунтовые все трассы я имею ввиду за городом в городе только асфальт и все обещали обещали блин ну на уровне обещаний у нас и дороги такие машина в принципе тоже нормально идет тут по грунтовке шелось по разбитой я так подумал думаю надо японцам здесь тестировать свои подвески для японских автомобилей я имею ввиду те которые джипы для бездорожья само то потому что здесь богом забытый регион блин дороги только только начали делать а когда они сделают мы уже помрем ли когда будет нормальный хотя бы асфальт хрен с им ненормальный ну хоть асфальт а то лобовое лобовое насколько я вот маленький школ сразу бегу ремонтировать в мастерскую чтобы мне сделали этот чтоб дальше луч не пошел а так люди если едет по трассам особенно ну им сколько на сезон хватает стекла и все потому что все в камнях все летели все бьет стекло он даже сейчас я за мишей сперва шел блин это поймал маленький скол мы сейчас домой приеду на сверлю сразу не дай бог лучи не пошли потому что меня все равно менять стекло это говно какая наши меняют говно получается короче лучше пускай родное стоит или 2 поставить купить или если маленькие такие у сколы то сразу их засверливать чтобы незаметно было но на родном стекле ездить у меня такие предпочтения ну вот поворот такой средний конечно там были хуже повороты ну я чуть-чуть сбавил скорость а так принципе в поворот ходил нормально вот я не сбавляю вот иду меня не тащит ничего дорогу держит идеально вот даже газу прибавил как шла так и идет даже близко нету за серёга молодец спасибо всем привет ну вот добрался я до города мирного полтора часа назад на ниссан дэч 2014 года проделал я путь от владивостока до города мирного республика саха якутия 4300 километров почти вот ушло у меня на за это время трое суток и 16 часов в дороге я спал пять часов всего за эти дни догнал кое-как особенно уже здесь на подъезде после них якутска до мирного раз шесть наверно чуть трасса не улетал один раз чуть хлоп не столкнулся ну благо повезло во время очухивался ну чё я могу сказать про данную машину машина мне довольно таки понравилось своей маневренностью хоть и объем 0,7 литра я говорил в прошлый раз типа жрет 14 литров но я заблуждался меня люди поправили что это оказывается не 14 и 3 показывает литров на 100 километров а 14 и 3 получается километра на одном литре она проезжает но это японцы у них все наоборот руль с правой стороны показания не как у нас литр на километры бог с ними вот погода в мирном приехал минус 25 было по трассе в районе тайбахуя было 35 36 у людей у миши вот напарника автомобили показывал 38 вот весна называется твою мать вот переправы в принципе все нормальные кроме основной это нижний бестях с якутск меня там там как бы извилистый такой поворот был на переправе я на скорости 60 километров час меня давай крутить и выкинула снежный бордюр я думал там машину замял всю ну благо все обошлось ничего не зацепил вот переправа вся скользкая ну лед галимы когда переправился уже к якутску горы песка насыпанные на берегу для техника стоит и нихера не делаю бред долбоебы блять вот на остальных переправов переправу как бы обрабатывать но по крайней мере не лед галимы а снег прессованный уехать можно даже падает поддав газу ничего страшного вот чё еще про машину вот еще хотел сказать кресло вот за которым я сидел вот за четверо суток да ну при дальней дороге как бы спина должна уставать абсолютно даже близко здесь не было усталости спины я все три с лишним дня в ней проспал она хоть и маленькая ну я умещался мне удобно было ноги закидывал на соседние кресло и нормально спал ну судя потому что я всего пять часов спал может быть ни о чем ну по крайней мере я засыпал вот в машине довольно таки комфортно я имею в плане тепла да потому что по трассе 38 было климат-контроль поставил для жара у меня он приходилось ноги убирать свободную левую ногу потому что жарила так что она чуть ли не кипела мы на кондиционере такого не вне было потом чё еще описать вам место как и в описании автомобиля довольно таки достаточно высокая крыша по ширине два человека садятся спокойно места тоже хватает как саша описывал вот машина мне нравится сейчас по городу поезжаю потом посмотрю сколько она по городу будет есть это она по трассе ела получается там что-то 7 литров 7 что ли где-то средне выходила ну опять же смотря как топить вот потому что в горку то идешь там расход идет естественно повышенный потому что она под нагрузкой идет все-таки объем 07 литра ну я при наловился норовился то есть на кнопку нажимаю когда в гору еду дополнительно мощь их достаточно и вперед поднимаешь на эти затирные подъемы без проблем ну отдельно хотел поговорить за автомобилей которые продаются на зеленом угле в владивостоке 95 процентов автомобилей как и говорили эксперты саша сереже который мне подыскивали автомобиль с осмотрными пробегами потому что люди хотят видеть японские автомобили они считают что машины до 100 тысяч пробегу это считается нормальной машиной все что свыше 100 тысяч пробега считается уже как автохлам на самом деле как ребята мне объяснили японцы делают эти автомобили именно для своего рынка и они делают его довольно таки качественные и машины проходят могут спокойно без проблем проходить и 200 300 и 500 тысяч километров вот а наши люди русские привыкли по автовазу рассуждаю что машины свыше 100 тысяч пробегу это все уже хлам она ее только выбрасывает и поэтому на авторынке стали сматывать вот эти показания спидометра то есть делать все ниже 100 тысяч мне машина досталась тоже со смотанным пробегом у нее на самом деле было 127 тысяч пробега смотали я ее брал 56 тысяч но ребята в том плане что вы молодцы они вывернули всю подноготную наизнанку все аукционы все пробили определили что смотанный пробег пошли и поговорили с продавцом не знаю как они там общий язык находят и он им сказал что на самом деле пробег другой 127 тысяч на но меня это не смутило 127 тысяч это тоже ни о чем вот отдельно спасибо экспертам и я считаю что я не зря как говорится потратил деньги и эта работа вот то есть профессия так называемая появилась экспертами на авторынках в принципе не зря она пользуется большим спросом потому что 80 процентов это не аукционные автомобили которые продаются на авторынке редко попадают туда хорошим японская женщина все болтает с магнитофона блин периодически и в основном там на рынке у вас покупают битой машины восстанавливают ну там крыло подремонтируют морды там сделают там еще что-либо какие повреждения и потом это продают подделывают аукционники простой покупатель не определит ни родной пробег не состояние автомобиля грубо говоря ничего не определить на вид вообще не докопаешься вообще конфета а ребята вот именно вот и для этого и работают чтобы показать покупателю потенциальному всю подноготную этого автомобиля я считаю кстати вот ну как хорошо что они появились потому что меньше людям стали спаривать всякое дерьмо вот ребята как бы как хотел сказать ребята вот если берутся допустим проверять машину они ее грубо говоря на изнанку выворачивают проверяют состояние кузова состояние лако красочная пробег натуральный у то есть настоящий не настоящий была машина утоплена не было некоторые аукционы они заходят на аукционы японские смотрят действительно ли эта машина в данном ну как виде она присутствовала при продаже там на аукционе бывало что ни на одном аукционе эта машина нету ее я не знаю там какие сайты у них да ну это их не не знаю там только сказать профессиональные вот эти вот канал или что но они находят даже безукционную машину говорят нету аукционе к говорят идеальная 4 балла у меня вот раз была такая ситуация когда я там хотел машину я до идеальная машина до всего они находят находили машину фотографии мне скидывали когда я был здесь еще и на самом деле показывали истинно вот эту машину в каком состоянии она была а в каком состоянии она сейчас продается вот они молодцы дай бог им удачи и хорошей работы как говорится чтобы она не переводилась потому что пользуется спросом я еще раз повторюсь если допустим кто-то собирается за машиной владивосток то в принципе вот без эксперта вам не взять нормальную машину вам в пуле какой-то хлам так что в принципе это даже не то что реклама да у меня вот остались их не телефоны у них есть сайт в интернете автоподбор 25 вот смотрите звоните им обращайтесь ребята молодцы ребята все досконально опишут расскажут покажут истинное лицо какой-то машины которые вы хотите купить а ребятам еще раз только удачи все пока я пошел спать потому что пять часов за эти дни спал меня вырубают все до свидания